На заседании Кабинета министра в Республике Абхазия члены правительства рассмотрели 40 вопросов. 22 госструктуры исполнительной власти отчитались о численности работников аппарата и размере ассигнований на их содержание на 2022 год. Как отметил вице-премьер министр финансов Владимир Делба, размер ассигнований Минфина на следующий год доводится до уровня 88 миллионов рублей. Делба пояснил, что эта сумма включает в себя также реализацию мер, направленных на совершенствование бюджетного процесса, включая механизмы и элементы казначейского сопровождения. В следующем году за счет этих ассигнований нам позволят достаточно успешно двигаться вперед. И уже с 1 декабря текущего года на территории Республики Абхазия бюджетные платежи проводятся с использованием электронно-цифровой подписи. На сегодняшний день электронно-цифровой подписью до конца года будут пользоваться Министерство финансов, Агентство правительственной связи, Пенсионный фонд и Министерство по налогам и сборам. Со следующего года распорядители республиканского уровня тоже будут иметь такую возможность. Это, несомненно, шаг вперед в развитии их технологий. Проект единогласно был принят. Правительство дало согласие Министерству экономики республики на учреждения республиканского унитарного предприятия «Абхазские авиалинии». Мы очень активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и с Росавиацией о возобновлении авиасообщения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Очень сложный проект, достаточно тяжело двигается, но, тем не менее, работа в этом направлении ведется. И в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет, соответственно, участвовать в этом процессе с российской стороной в переговорах и реализации конкретных вопросов. Как отметил премьер-министр Александр Анкваб, учреждение предприятия – пример того, в каком направлении надо работать. Возрождение абхазской авиакомпании – непростая, но очень важная и перспективная работа, добавил глава правительства. Плеяда известных абхазских летчиков, к сожалению, подошла к пенсионному возрасту. Среди молодежи есть летчики, но они военные летчики для армии. На моей памяти была девушка, которая училась в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь, на летчика. Не было ни одного парня. Этим надо заниматься. На последней встрече в Минтрансе очень активно обсуждался данный вопрос. Нам коллеги предоставили список учреждений, которые могут быть интересны нашим специалистам. Мы сейчас формируем соответствующий запрос на подготовку специалистов, переобучение тех специалистов, которые у нас сегодня есть. Была просьба, чтобы мы по линии Министерства образования тоже запрос направили. Мы сейчас формируем все эти документы. Кабинет министров внес изменения в межведомственную целевую программу развития демографии. Выплату по 100 тысяч рублей в 2021 году получит 31 абхазская семья вместо 25. Почему вносятся следующие изменения? В течение 2021 года к нам обратились граждане с нарушением срока подачи заявления. То есть по истечению 6 месяцев после рождения ребенка. Комиссия рассмотрела данные заявления. У всех есть уважительные причины. Это связано с пандемией, с лечением детей и другими причинами. И потому принято решение одобрить данные заявления и изыскать возможности оказания такой помощи. И без внесения данных изменений мы не сможем осуществить выплату. А что касается программы «Жилье 2021-2022», одобрено 50 заявлений граждан, добавил Руслан Ачба. Премьер-министр Александр Англа предложил пересмотреть один из критериев, по которому люди могут претендовать на жилье по программе. Речь о том, чтобы жилье получали только те, за кем не числится дом или квартира. Посмотрите вместе с руководством комиссии, членами комиссии, какие нам изменения нужно внести, для того, чтобы поддержать эту категорию людей. Читать, скажу так, не очень приятно, что семейству, где семеро детей, отказали по причине, что когда-то давно была приобретена однокомнатная квартира. Судя, они семерых детей родили. Надо вокруг них праздник создавать. Давайте думать, как этот праздник сделать. Своим решением кабинет министров перевел земельный участок площадью 1,7 гектара в селе Дранда из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли курортно-оздоровительного назначения. И предоставил фирме «Лазурный берег Абхазии» 3 гектара земли в селе Дранда для строительства санаторно-курортного объекта. Все, что касается Восточной Абхазии, все в приоритете. Куйрибский район тоже был одним из районов, который принимал гостей. На моей памяти там стояли очень хорошие объекты внутренних войск, если я не ошибаюсь, автоваза. Еще какие? МВД. МВД. Я этот объект имею в виду. Это были объекты, которые работали круглый год. Если нам удастся подобными решениями к этому вернуться, это очень важно. Это очень важно. Если мы оформляем участки для последующего торга с кем-то, это плохо. Все это только на пользу, чтобы у нас не золотарник рос в этих краях, а были объекты. Там замечательное море, там все заживет вокруг дополнительно, по-другому. Члены правительства обсудили и эпидситуацию в стране. По словам министра здравоохранения Эдуарда Будба, по всем районам медучреждения загружены. На предстоящие новогодние праздники корпоративы, которые предстоят, и после этого у нас будет очередная вспышка. Люди болеют семьями, прям по несколько семей, районами, по 5-6 семей. Вот у меня есть информация в одном районе. Второй момент, который я хотел бы также, Александр Золотискович, темпы вакцинации не особо сильные. Вакцина «Спутник Лайт» уже заказана в количестве полторы тысяч доз для ревакцинации. Но наши граждане неохотно вакцинируются. Попросил бы еще раз обратиться, вот мы уже и к главам района обратились, чтобы с главами сел пообщались, для того, чтобы мы могли доставить вакцину в ФАПы или непосредственно организовать там по возможности с участием администрации сел, доставить граждан на место ЦРБ, куда мы подвезем вакцину. Потому что если мы подвезем вакцину, а они не подъедут туда, вакцина будет утилизирована. Что касается корпоративов, да, то, что вы сказали, еще раз напоминаю членам правительства, передайте всем руководителям отсутствующих министерств, ведомств, госпредприятий никаких корпоративов. Категорически запрещено. Руководители, которые будут, проведут эти корпоративы, будут сняты с работы. Темпы вакцинации, я вот вам приведу сегодня с утра, тут цифры, да, педагоги. 2% заболевших педагогов, вакцинация 17,5%. Дети, ну 0,8% заболевших детей. Детские сады, заболевших воспитателей почти 2%, вакцинированных чуть более 7%. Ну и что на этом мы скажем, если педагоги не считают нужным вакцинироваться. А там так все взаимно, дети педагоги. Правительство рассмотрело и приняло решение о порядке оформления разграничений государственной собственности и формирования реестра собственности. Утвердили индексы для определения базовых ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуг по использованию инфраструктуры при перевозке грузов по железной дороге. Рассмотрели и другие вопросы. Редактор субтитров А.Семкин